И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной Space Engine, друзья! Сегодня у меня довольно-таки достаточно интересная серия. Я давно ее планировал снять на своем канале, но по вашим комментариям я снимал более интересные серии. Вот. Сегодня, ребятки, мы будем путешествовать по таким планетам, планетам, как планеты океаниды или комфортные суперокеанические акварии. То есть, ребятки, эти планеты, экзопланеты, назовите как хотите, они состоят полностью из воды. То есть, блин, поверхность полностью из воды. Ты не найдешь там суши или, не знаю, маленького островка. Вот. На самом деле, скажу так, что я читал такой интересный факт, что на самом деле учеными открыта уже одна известная экзопланета. Такая же планета океанида. Я не помню ее название. Кому интересно, погуглите, загуглите, посмотрите в Википедии. Вот. Но, как говорят, что такая планета уже существует. Так. На очереди, ребятки, я далеко не заходил. Я нашел буквально вот эту вот комфортную суперокеаническую акварию у нас в галактике Млечный Путь. Поэтому я далеко шибко не уходил, по каким-то галактикам не прыгал, а просто сразу нажал на первую попавшуюся мне, блин, звезду. И оказалось, что здесь есть суперокеаническая аквария. Давайте посмотрим состав гидросферы. Ну, конечно же, преимущественно H2O. Атмосферное давление, конечно, намного ниже нашего земного. Что по температуре плюс 11, это хорошо. То есть там довольно-таки должно быть тепло, комфортно. Так. Составки атмосферы. СО2, H2O. Но, блин, кислорода я здесь не вижу. На этой планете нету кислорода, поэтому дышать, я думаю, мы бы там с вами не смогли. И, кстати, что прикольно, ребята, здесь есть... Смотри, обратите внимание. Да, кольца, кольца у этой планеты, блин. Я думаю, вы все знаете, что... Почему я балдею, это, конечно же, если есть кольца у планеты, то все. Я просто... Я на высоте. Я восхищен просто на плюс 100-500, можно сказать. Так. Осевой период. Осевые, так, солнечные сутки 18 часов. Здесь продолжительность дня у нас. Давайте мы пройдем сквозь атмосферу и полюбуемся. Я не знаю, пролетим, наверное... Ну, единственное, на чем мы здесь сегодня пролетим, это над водой. Да. Кстати, да, напоминает немножко фильм Интерстеллар. Кто смотрел, а кто не смотрел, советую посмотреть. Там тоже была планета Океанида, на которой, по-моему, один час, проведенный на этой планете, равнялся десяти прожитым годам на Земле. Да. Прикинь. Обалдеть. О-о-о. Да, здесь, в принципе, такой красивый вид. Сейчас, подожди-ка. Врачи. Режим самолета я включу. Вид на кольца, в принципе. Но они как-то здесь, да, не очень так просматриваются на дневном небе. Но вот здесь отлично смотрится Луна, я смотрю. Хорошо смотрится Луна. Так, а где у нас сама звезда? Так, стой, свободный режим, наверное, я думаю. Я немножко помедленнее буду крутить. Так, давай посмотрим. А, вот. Вот наша звезда. Да, она, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, чем-то напоминает спектр нашей звезды Солнца. Так, ну и, наверное, я думаю, давай мы сейчас немножко перемотаем, ускорим время и посмотрим смену дня и ночи. Так, стой. И мне хочется посмотреть закат, естественно. Закат этой звезды и посмотреть. Так, ночное небо у планеты Океанида. Кстати, по-моему, у этой планеты, я смотрю, очень много лун. А это у нас, это у нас что? А, жар. А, погоди, даже отсюда, если бы мы находились на поверхности, да, плавали, так сказать, наверное, в лодке надувной там или деревянной, я не знаю, то отсюда мы бы невооруженным глазом рассмотрели бы другие планеты у этой звезды. А вот, кстати, уже хороший вид на кольца. И хороший вид на Луну. Этой планеты комфортный астероид. Понятно, это я обычно называю Фобос и Деймос. Причем, смотри, ты видел, как он исчез в кольцах этой планеты? Потрясающе. Это шикарно. Слушай, а почему вот так кольца здесь урезаются? Наверное, я так думаю, из-за тени планеты, что ли, самой. Слушай, если я не ошибаюсь, то вот это вот, по-моему... Ну-ка, ну-ка, стой. Да-да-да-да-да, это туманность Карина не было, точно. Магеллановые облака. Интересно, почему... Да, вот все-таки интересно, почему такие урезанные кольца, блин. Что можно сказать по планете Океаниды? Это, конечно же, планета, которая состоит преимущественно из-за льда. Ну, конечно, есть в ней и скалистые породы, и, соответственно, металлы. В зависимости от расстояния до родительской звезды, могут быть целиком покрыты, конечно, океаном жидкой воды. Вы не представляете, до скольких, до какого расстояния, то есть в километрах, до 100 километров жидкой воды. Ты представляешь? Это просто колоссальное расстояние. То есть, допустим, вот смотри, я сейчас объясню тебе. Планета Океанида вообще, вот, если брать, допустим, вот эту, да, смотри, у нее диаметр 12 тысяч километров, но мы будем... Давайте, вот, допустим, планета Океанида, она 6000 километров, да, в диаметре. То есть, 100 километров это как бы... Ну, мы до центра будем считать 100 километров, это у нас вода. Вот, 2000, потом после воды у нас где-то идет 2000 километров примерно сжатый лед, особый лед. Вот, я скажу о нем попозже. Дальше у нас 2000 километров идет каменная сама мантия, основание. Вот, и 2000 в диаметре, наверное, где-то примерно металлическое ядро. То есть, да. Вот, вообще, конечно, на таких планетах, насколько мы знаем, вообще для возникновения жизни необходима, чтобы планета находилась в обитаемой, так сказать, зоне, да, так как находится наша Земля. Вот, ну, а также необходимы минеральные различные, не знаю, полезные, ну, какие-то полезные минералы, вот, для обеспечения, ну, для жизни возникновения. Но, судя по этим, вот, по таким планетам, то есть, о чем я вам говорил, 100 километров толще воды, а дальше 2000 километров сжатый лед. Вот, почему сжатый лед? Потому что на очень большой глубине такой планеты, то есть, 100 километров, ты прикинь, очень большое давление, очень высокое, и, как бы, вода не может существовать в жидком виде, и она затвердевает, и вот, кстати, образует особую модификацию льда под названием лед-5, лед-6 и лед-7. Вот, то есть, поэтому, как бы, все минералы, которые находятся в планетарной коре, простите, то есть, ну, как я говорил, в каменной мантии, они не могут, даже если они есть там, они не могут пройти на поверхность планеты через такую огромную толщу льда. Так что, мне кажется, что эти планеты, они навсегда просто будут оставаться вот такими водными шариками, наверное, можно так сказать. Вот, даже, судя по интерстеллару, я помню вот в фильме, когда они прилетели, по-моему, там же тоже ведь никакой не было жизни, там одна сплошная вода и больше ничего, ну... Я не сомневаюсь, что вода сюда попала так же, как на нашу планету Земля, какими-то метеоритами, астероидами, которые бомбили ее, блин, несколько миллионов лет, и потом она... Блин, образовалась в такую... Ну, во-первых, она появилась в среде обитания, да, в нужной, и она образовалась в такой вот, ну, блин, вода, метеориты, астероиды, короче говоря, сделали свое дело. Вот, но так как там такая огромная толщина льда, жизни здесь никогда, наверное, скорее всего, к сожалению, не будет. Да, если так поразмыслить, какая может быть здесь жизнь? Я не знаю. Ну, во-первых, смотри, здесь нету кислорода, да. Кислород, опять же, это зависит от чего. Правильно, нету, блин, полезных минералов, то есть, чтобы образовались какие-то коралловые рифы там или что-то, ну, чтобы коралловые рифы делали кислород, скажем так, в кавычках делали. Вот, и поэтому, ну, так бы, конечно, я не знаю, если бы была бы жизнь на этой планете, то, конечно, было бы прикольно на ней находиться. Ты представляешь, сплошной океан, ну, температура, да, позволяет, плюс 11, в принципе, это нормально, парниковый эффект 2 градуса, ну, я считаю, по этой планете. Так что здесь мы бы не замерзли. Кстати, диаметр планеты 12 тысяч, смотри. В принципе, это Земля. О, тут даже огромный шторм, ну, я не знаю, если бы мы путешествовали в лодке, я думаю, нет, наверное, вообще, я бы не хотел бы находиться на такой планете. Это было бы жестко, нету поверхности, и, блин, если в такой вот шторм попасть, да, как ты видишь сейчас на этой планете, то, блин, братишка, прости, ты утонул. Ты утонул просто сразу. Кстати, да, классно, классно тени, по-моему, ложатся от спутников на этой планете. Так, ну, знаешь, что я хотел? Я хотел посмотреть, так, комфортный метеоастероид. Я хотел посмотреть на, допустим, с Луны, с какой-нибудь, да, ну, даже с этого комфортного астероида на поверхности этой планеты, как мы смогли бы, наверное, разглядеть эту планету. Так, вот она у нас. Мне нужна дневная сторона, сейчас я немножко время промотаю. О, комфортно, шикарно. Смотри, какие тонкие кольца, обалдеть. Обалдеть. Я представляю нашу Землю с такими кольцами. А, вот смотри, вот тень ложится от колец. То есть на этой стороне, наверное, постоянно бы, блин, был бы вечер или закат, ну, что-то в этом роде, наверное, я не знаю. Кстати, смотри, обалденно смотрится передвижение астероидов. По-моему, тень, или мне кажется? Так, ладно, короче говоря, этих планетов океанит, планет океанит, или планет, как они там называются-то, субакварии, акварии, назови как хочешь, их, мне кажется, здесь, здесь, по крайней мере, должно быть достаточно много. Сейчас подожди. Так, теплая пустынная ферия, давай-ка сейчас найдем еще, наверное, какую-нибудь планету океанину. Так, здесь, по-моему, тишина, но до этого, до этого я наблюдал, и я находил еще пару планет. Планета, жаркая, холодная, пустынная, терра, белая звезда, восемь планет, ата жизнь. Так, газовый гигант, креогенный Юпитер. Так, а что у него там, луна, что ли? Подледная, подленная мини-аквария. О, мини-аквария подледная, понятно. Это мне неинтересно. Кстати, насчет того, как могли прохладно-озерные супер-аквария. Вот давай-ка, вот здесь вот будет, наверное, интересно. Как могли образоваться эти планеты? То есть, со временем, как бы, возможно, эти планеты, они были, состояли, кстати, из-за льда чисто, вот. Но, по мере, как бы, сближения, там, к орбите, наверное, при изменении, наверное, орбиты от своей звезды, а льды растаяли. Ну, вот как можно, в принципе, наверное, наблюдать здесь, да. И поэтому получилась супер такая, супер-пупер-аквария. Прохладная озерная супер-аквария. Блин, классно. Слушай, я что заметил, здесь все планеты, водные планеты, блин, они полностью, короче, они все с кольцами. Слушай, а почему такие шторма оранжевого цвета? Я что-то не пойму. Так, гидросфера, углекислый газ, еще какие-то газы. Так, состав атмосферы, CH4, азот. То есть, у нас здесь на планете какие-то газы, я так понимаю. Метана, по-моему, нет или нет? Метана нету. Ну-ка, подожди-ка. Блин, почему-то это ураганы или, блин, шторма из газов, что ли, каких-то. Я не пойму, что это, блин, прикольно. Кстати, по диаметру, да, 18 тысяч километров, в принципе. Недалеко-то от земли-то она ушла. Так, парниковый эффект 54. У нас атмосферное... Ох, у нас здесь повышенное атмосферное давление. У нас, если бы ты находился на поверхности этой планеты, тебя просто бы раздавило бы в секунду. Так, ну давай прямо в центр шторма. Почему бы нет? Я согласен. Минус 44, минус 63 градуса. Ну, это уже, конечно, не планета океанида, но что-то похожее, что-то, да, напоминает. А вот, кстати, центр у нас самого шторма. Насколько мы знаем, ребятки, в центре шторма у нас всегда всё спокойно. Так, ладно, мне здесь неинтересно. Мне нужна ещё какая-нибудь планета, полностью состоящая из воды. Я её обязан, обязан найти. Так, здесь ничего, кстати, да. Здесь я так и неплохо поселился, потому что здесь... Так, суперкарбония. Ух ты. Классно. Я же здесь наблюдал множество планет, океанит, но почему-то сейчас я их не вижу. Так, здесь 16 у нас планет даже. Ух ты. Так, жаркая пустынная терра, холота, пустынная аквария. Нет, не то, не то, что мне надо. Вот, подожди, вот, наверное, жаркая пустынная терра. Хотя, подожди, состав атмосферы. H2O. Ну-ка, давай-ка, подожди. Нет, наверное, здесь, наверное, скорее всего метан какой-нибудь на поверхности, и больше ничего здесь нету. Пустынная терра. Блин, тут тоже ничего. Ну-ка, стой-ка, вот здесь. Оранжевый карлик. Нам нужно вот такую систему найти, приблизительно, чтобы такая система была, как у нашего солнца, у нашей звезды. Вот, смотри-ка, вот, есть еще комфортная суперокеаническая аквария. Так. Да, вот. И, кстати, да, смотри, заметь, опять кольца у планеты. Так, комфортная суперокеаническая аквария. Ух ты, давление здесь еще, конечно, намного ниже, чем на той планете, которую мы наблюдали вначале. Так, состав атмосферы СО2, СО2, H2O. Ну, понятно, пара азот, углекислый газ. Понятно. Здесь, да, здесь, ну, нету кислорода, блин, ему здесь неоткуда просто взяться. Это я уже понимаю. Это я уже понял. Диаметр, блин, и они все практически земного диаметра. Я вот, вот, что характерно, я заметил. Там, кстати, смотри, ураган, по-моему, на планете. Так, ну-ка, давай-ка мы сейчас на поверхность быстро опустимся. Оп, и вот мы уже над водой, кстати говоря. Но не так я бы, как бы хотел. Нет, 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 стой, 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 стой. Я хочу вот так взлететь. Время немножко я замедлю. Блин, кругом вода, это просто жесть. Так, а где у нас звезда? Я не вижу звезду. Ну, давай, ладно, мы, короче, перемотаем сейчас. Одно ночное время, солнечные сутки здесь 16 часов длятся. О, как долго. Я не знаю, даже застанем мы здесь ночь или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да, вот ночь, кстати говоря. А блики воды видно? Нет, блики воды отсюда не видно, но... А здесь, кстати, да, потрясающие тоже такие виды. Большие, малые магеллановы облака. Кстати, что-то знакомое созвездие какое-то, по-моему, или мне кажется, нет. О, луна достаточно близко у этой планеты. Достаточно близко. Давай еще немножко мотанем, прям по-быстрому, да? Возможно, увидим, да, закат, ой, восход, простите. Облака. Глубокая ночь, по-моему, да. А луну этих планет достаточно много, я скажу. Ух ты, вот это, наверное, глубокая самая ночь. И смотри, от лун, от лун, то есть от света, который падает от ихней звезды родительской, блин, свет у нас падает потом на нашу планету, и, блин, здесь становится светло. Прикольно. Классно. Нет, ну, в принципе, впечатлительно. Ну, наверное, ребятки, на этом я думаю все, что я хотел рассказать вам в этой серии о планетах-океанидах. Кому понравилось, ставьте обязательно пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, жмите обязательно, обязательно колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. Ребятки, ссылочки все в описании. И помните, ребята, вселенная и космос бесконечны, и наше путешествие в нем только начинается. Всем пока-пока, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok